всем привет это снова я хоть и не видно меня из-за тени деревьев это опять субботка и это опять летние тусовочки этот раз мы с другой компанией поехали за выбор чтобы посмотреть на всякие не очень знаменитые необычные места около границы сейчас мы находимся у какой-то крепости вот мы сейчас идем по крепостной стене и я сейчас на понятия не имею чуть за крепость надо димона спросить потому что не оставлял маршрут а димон поэтому я ничего об этом не знаю зато здесь есть классное болото что там димон с крепостью чем она чем она хороша это последняя крепость который строили в российской империи все бой ну типа больше уже более свежих нету это самое свежее стилек короче мы нашли тут какую-то уже саму крепость он даже отсюда стены не видно на самом деле очень много большая территория вот такая приколюха тут что великаны жили что такие ступеньки большие забава и чё это было в итоге здесь вообще видишь провалилась крыша здесь был каземат скорее всего но судя по вот этим бетонным штукам должны были лежать снаряды как же паркур что-то бля ссыкотно паркурить нормально тут такие щели да интересно тут она прям огромная подземная крепость гномов стилек я спрыгнул вниз чтобы погулять здесь с мохом ребята не знаю куда пошли прыгать они не стали а мне прям интересно тут погулять понизу тут прям стилек пытаюсь дойти до той развертки большой тут блин рай для паркурщиков места для прыжков всяких стильных жалко я ничего не умею и рюкзак тварь мешается и сандалия зря надел чтобы нормальные бы тапки о май смотрите какие прикольные сталагметики так ну если меня сожрут то вы это не увидите продолжаем наши развлекаловки и мы приехали вот сюда это заброшенная понятное дело финская бумажная фабрика будет ли тут стильно интересно я сомневаюсь но пойдемте и проверим это лично ну чё о май смысле сай давай иди сюда иди вперед чтобы есть создав ты прекрасно а это в беларуси была топовая заброшка но слушая в детстве таких до хрена был по факту ну заброшка и заброшка прикольно когда в заброшке есть какие-то необычные не знаю лепнина потолки какие-то лестницы а тут ну просто сгоревшее здание по факту на самом деле мы приехали сюда вот за этим пара плотиночка вон там веселые ребята купаются сейчас короче пойдем вниз там вот торчанем может тоже купаемся в этом дедуле сладким может быть тоже в майке как он чтобы быть на него похожим ну чё вот мы на плотине ребята где-то вот там кстати вот это вот фигня еще вроде ничё может расходить будет преодоление страшных препятствий кто за мной ну это читерство давайте прыгайте такая прям этот рай для травника можно зелень и готовить всякие ингредиенты аккуратно тут палка я конечно не соблюд безбашенный чувак но здесь могу пройти и попрыгать прикольно плотинка такая каменная сейчас придется залезать так следующая наша . это вот такой вот водопаде мы уже очень близко к Финляндии осталось где-то километров 10 как говорит Димон со следующей железнодорожной станции туда уже не пускают обычных людей туда только по пропускам но тут миленько правда давайте как-нибудь попробуем туда спуститься и подойти поближе это будет стиль Пытаюсь подойти поближе к мосту через вот такие модные заросли которые выше меня ну тропинка есть куда-то же она ведет по ходу веселые ребята решили со мной не ходить ну да ладно сейчас пробьем сами что тут за прикол тут пирс тут пирс не знаю кто купается в этом дерьме но тут пирс вот я с этой стороны вроде как можно подойти и подъехать с другой стороны но по факту я большого смысла не вижу да прикольная конечно площадочка но так-то мы уже тут все посмотрели так что я бы не стал тратить на это время я бы лучше потратил время на поиски крутого места чтобы искупаться не знаю но и 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 Ну а мы продолжаем путешествие вдоль границы Финляндии. Мы приехали на озеро Бусловское, тут не очень понятно куда и как идти. Какая-то вот такая веселая заброшка и вот там дальше озерцо. Судя по мужику, который там прошел, там есть тропиночка, поэтому мы сейчас по ней пойдем и посмотрим, что там дальше. Я все пытаюсь научиться паркуру понемножку. Да, искупаться мы здесь точно не сможем, потому что все озеро это лютая камышня, поэтому мы там видели неплохой какой-то пирсик на речке, когда ехали сюда очень близко. Наверное, мы пойдем сейчас туда. Здесь, как вы понимаете, the end. Еще и слепни, комары и всякое говно. Идем обратно. Ну че, слепни. Вот такое модное местечко мы здесь нашли. Вот там озеро было слева, здесь такая небольшая речушка. Вода теплющая, пирс просто топчик. Тут, наверное, метра полтора и он резонирует. Тут можно делать очень классные сальтухи. Очень классные. Резонируем. Уносятся твои проблемы. Давай, я тебя поймаю. Е, больше. Давай, давай, давай. У-у-у-у! А-а-а-а-а! Да-да-да-да-да-да. У-о-о! Все, конечно, очень круто, но слепни просто убивают. Не знаю, я уже столько сильно убил. Искусанный весь. А да, конечно, местечко топчик. Непонятно, конечно, насчет того, насколько вода чистая, но пофигу. Так полный кайф. Возвращение в Выборг. Вот я в этой гостинице на майское древо торчал. Приехали, пожрали. Сейчас идем, хрен пойми, куда, куда мы идем? Я сегодня три чашки уже выпил. А потом, хрен знает, потом куда-нибудь еще поедем. Толстый часик медленно 3, Hunt, Сальмон. 맛있어요, подарю.